Меня зовут Шумская Елена, я являюсь студенткой Курского государственного университета. Учусь я на факультете физической культуры и спорта на третьем курсе. Я занимаюсь пауэрлифтингом, занимаюсь я уже около 9 лет, мой тренировочный стаж. Я являюсь мастером спорта России с недавнего времени. Ну и в принципе, также я являюсь активистом студенческого спортивного клуба Гепард. И в принципе, я хороший человек. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье. Вообще пауэрлифтинг, если взять из истории, является видом тяжелой атлетики. Его использовали спортсмены как в качестве подкачки базовых своих упражнений, которые они выполняли. Но с недавнего времени пауэрлифтинг стал отдельным видом спорта. Пауэрлифтинг – это очень травмоопасный вид спорта. Именно от себя я бы женщинам никогда, девушкам не посоветовала бы им заниматься, поскольку, ну, все мы женщины в будущем матери, поднятие тяжести, тем более железо, работа с тяжелыми весами – это все-таки вред для нашего женского здоровья, в первую очередь. Ну, как и для мужского тоже, но для женского в особенности. Да, если неправильная техника, неправильно делать то или иное упражнение, тот или иной элемент, то, конечно же, это приведет к травме, защемлению, грыжам. Потому что работа с большими весами – это идет деформация позвоночника в любом случае. Вот, поэтому, ну, в принципе, любой вид спорта на сегодняшний день является травмоопасным, если же им заниматься профессионально. То есть спорт – это не физическая культура, как многие считают. Физическая культура – это же все-таки для оздоровления больше идет, а вот спорт – это уже другое дело совсем. Да, за свой вид спорта скажу, что да, это действительно очень травмоопасно, поэтому без работы тренера в него лучше не лезть. Ну, на мой взгляд, поскольку я сама сейчас стала тренером, это действительно важно, поскольку мы заходим в интернете, можно найти максимальное количество упражнений, посмотреть вебинары, один ютуб у нас чего стоит, мы можем зайти и найти кучу упражнений, которые нам показывает экран. Но когда мы начинаем пробовать сами, мы не видим, как мы делаем со стороны это. А работая с тренером, тренер стоит, я не люблю это слово как надзиратель, но тем не менее это так и есть, тренер стоит и наблюдает, он видит, как нужно делать правильно, то есть ни шаг влево, ни шаг вправо, как говорится. То есть, если же человек видит, что техника искажается, даже взять в элементарном приседании, можно не так ногу выставить, не так поставить, не так поясницу начать разгибать, всё, это приведёт к травме. Поэтому прежде всего, когда человек приходит в зал, именно поднять своё здоровье, укрепить его, получить что-то определённое, а не уйти отсюда с травмами, с грыжами, с переломами и чем-то ещё, надрывами, связок. Вообще, куча травм, которых может быть, работая с железом. Поэтому, если же он преследует цель именно укрепить своё здоровье, поправить его, то, конечно же, он должен в первую очередь работать с тренером, а не сам. Хотя бы первые два месяца для того, чтобы понять элементарную технику выполнение упражнений, тогда у него в дальнейшем не будет никаких проблем. Самое главное в подборе тренировок – это учитывать индивидуальные особенности спортсмена. То есть на первом этапе необходимо укрепить его мышечную систему. То есть больше сделать акцент на ноги и на спину. То есть, потому что, когда мы работаем, вообще силовое троеборье – это из чего состоит? Становая тяга, жим лёжа и присед со штангой. Вот. Поэтому для того, чтобы работать в становой тяге, здесь необходимо, чтобы наш корсет спины был максимально укреплённым. Поэтому на первом этапе необходимо укреплять спину, ноги. Работать только на этом. Дальше постепенно прибавлять нагрузку, уже пробовать человека развивать именно с базовыми упражнениями, то есть такими как присед, становая, жим. И постепенно добавлять нагрузку. То есть не сразу, а именно постепенно. Если вовремя поставить правильную технику, и если человек сам по себе физически, достаточно хорошо физически развит, при работе профессионала, при работе профессионального тренера, инструктора, можно достичь определённых результатов в течение двух лет. То есть я приступила к тренировкам, но я сама по себе была физически развитым ребёнком, начиная со школьной скамьи. И когда я пришла в тренажёрный зал, я начала сразу работать, упорно работать, трудиться. То есть моя тренировка занимала от часа до пяти-шести часов. То есть я приходила после школы и уходила после школы где-то часа в три, и уходила из зала часов в девять, иногда даже и позже. И да, буквально спустя полгода были первые мои соревнования, на которых я уже выиграла. И так вот вообще с каждой моей тренировкой я замечала прогресс в своём рабочем весе. Всегда по-разному. Но в основном я стараюсь придерживаться здорового питания. То есть прежде всего с утра я начинаю, вот свой день всегда я начинаю. Это со стакана комнатной воды, то есть ни холодной, ни горячей. Это комнатная температура. Затем я варю себе кашу. Каша может быть разная. Я люблю очень гречневую кашу с молоком. Также я люблю овсяную. В течение дня я беру с собой на тренировки, допустим, фрукты какие-то. Конечно, если же у меня, допустим, не получается что-то такого определённого сходить, купить в магазин и покушать. Творожки стараюсь заранее. Вот. В основном я очень люблю молочные продукты, поэтому кисломолочка, кефиры – это всегда со мной, всегда, везде. Обязательно фрукты, обязательно белковая пища, мясо, без мяса никуда. Мясо, рыба, фосфор. Нам это, в принципе, необходимо для здоровья. Вот. Ну, в принципе, всё. Что-то такого определённого я не могу сказать, что я советую своим клиентам. Я вообще стараюсь их не ограничивать в еде. Единственное только, конечно же, не есть мучного, жирного и много сладкого. Не пить газировку, потому что газировка разрушает зубы. Допинг вообще – это такая тема, которая в серьёзном соотношении, она относится только к российским спортсменам, как правило. Потому что, когда речь заходит о спортсменах-иностранцах, будь то это спортсмены Соединённых Штатов Америки или же ещё другой иной страны, так это ничего страшного. Они употребляют их только в медицинских целях. А что касается нас, то мы этим профессионально злоупотребляем, как они это говорят. Конечно же, то, что сейчас вообще творится в спорте именно с темой допинга – это полный бред. И органам вышестоящим стоит с этим немного разобраться и, прежде всего, на своём уровне, на своём уровне своего понимания решить этот вопрос, как они относятся к этому. То есть, а не задавливать только тех спортсменов, которые показывают определённые результаты, неплохие результаты на соревнованиях, и при этом обвиняя их в том, что они совершенно не злоупотребляли даже этим. Мы принимаем дополнительные химические препараты в плане BCAA – это аминокислоты, креатин, л-карнитин. Это абсолютно бездопинговые препараты. Они являются просто стимулирующими силовых показателей спортсмена. То есть, взять креатин, мы его употребляем только по определённой программе, когда у нас идёт предподготовка к соревнованиям. БЦА у нас, в принципе, всегда идёт в употреблении. Если мы чувствуем, что нашему организму требуются дополнительные какие-то вещества, витамины, мы, конечно же, употребляем это. То есть, ну, так, чтобы это не вредило нашему здоровью. То есть, взять, если же анаболики, анаболик анаболику рознь. И многие анаболики являются, конечно же, с допингом. И, в принципе, ну, анаболики, как правило, употребляют спортсмены, которые вот занимаются, работают над рельефом. Мы же работаем всё же над силовыми показателями, поэтому мы не употребляем такого ничего запрещённого. Витамины, кушаем больше витаминов, белка, рыбы, мясо, всё, что нам помогает. Правильное питание, сон. Сон – это всегда должно быть у нас на первом месте, потому что от сна зависит наше внутреннее состояние. То, как мы приходим на работу, на учёбу, то, как, в принципе, проходит наш день. Плюс, конечно же, питание. Можно, конечно, иногда себя побаловать там всякими вкусностями, пряностями. Но, прежде всего, злоупотреблять определённым чем-то я не советую. Потому что здоровье в нашей стране и, в принципе, в мире нельзя не купить ни за какие деньги, ни за что. Как показывает сейчас ситуация с коронавирусом, если же у человека хорошо развита иммунная система, то, как правило, он легко поборется с этой болезнью. А если же он никогда не занимался определённым спортом, либо же в принципе здоровым образом жизни, то да, отсюда вытекают соответствующие последствия. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова